Антон Чехов. Любовь. Три часа ночи. В окна мои смотрится тихая апрельская ночь. И ласково мигает мне своими звёздами. Я не сплю. Мне так хорошо. Всего меня от головы до пяток распирает какое-то странное, непонятное чувство. Да, анализировать я его сейчас не умею. Некогда. Лень, дай бог, с ним, с этим анализом. Ну, станет ли отыскивать смысл в своих ощущениях человек, когда летит вниз головой с колокольни, или узнаёт, что выиграл 200 тысяч? До этого ли ему? Приблизительно так начиналось любовное письмо к Саше, 19-летней девочке, в которую я влюбился. Пять раз начинал я его, столько же раз принимал сорвать бумагу. Зачёркивал целые страницы и вновь их переписывал. Возился я с письмом долго, как с заказным романом, и вовсе не для того, чтобы письмо вышло длинное, вычурное, чувствительнее, а потому что хотелось до бесконечности продлить самый процесс этого писания. Когда сидишь в тиши своего кабинета, который глядится весенняя ночь, и беседуешь с собственными грёзами. Между строк я видел дорогой образ, и, казалось мне, за одним столом со мной сидели духи, такие же, как я. Наивно счастливые, глупые и блаженно улыбающиеся. И тоже строчили. Я писал, и то, и дело поглядывал на свою руку, которая всё ещё томилась от недавнего рукопожатия. А если мне приходилось отводить глаза в сторону, то я видел решётку зелёной калитки. Сквозь эту решётку Саша глядела на меня после того, как я простился с ней. Когда я прощался с Сашей, я ни о чём не думал, и только любовался её фигурой, как всякий порядочный человек любуется хорошенькой женщиной. Увидев же сквозь решётку два больших глаза, я вдруг словно по наитию понял, что я влюблён, и что между нами всё уже решено и кончено, и что мне остаётся только соблюсти кое-какие формальности. Большая также приятность запечатать любовное письмо. Медленно одеться, выйти потихоньку из дому и нести это сокровище к почтовому ящику. На небе уже нет звёзд. Вместо них на востоке над крышами пасмурных домов белеет длинная полоса, кое-где прерываемая облаками. От этой полосы по всему небу разливается бледность. Город спит. Но уже водовозы выехали, и где-то на далёкой фабрике свисток будет рабочих. Возле почтового ящика, слегка подёрнутого росой, вы непременно увидите неуклюжего дворника в колокообразном тулупе и с палкой. Находится он в состоянии каталепсии, не спит и не бодруствует, а что-то среднее. Если бы почтовые ящики знали, как часто люди обращаются к ним за решением своей участи, и никто не имели бы такого смиренного вида. Я, по крайней мере, едва не облобызал свой почтовый ящик, и, глядя на него, вспомнил, что почта — величайшее благо. Тому, кто когда-либо был влюблён, предлагаю вспомнить, что, опустивши в почтовый ящик письмо, обыкновенно спешишь домой, будто ложишься в постель и укрываешься одеяло в полной уверенности, что не успеешь завтра проснуться, как тебя хватит воспоминания о вчерашнем, и ты с восторгом будешь глядеть в окно, в котором сквозь складки занавесок жадно пробивается дневной свет. Но к делу. На другой день, в полдень, горничная Саши принесла мне такой ответ. «Я очень рада. Приходите сегодня, пожалуйста, к нам непременно. Я вас буду ждать. Ваша С». Запятой ни одной. Это отсутствие знаков припинания. «Е» в слове «непременно». Все письмо и даже длинный узкий конвертик, в который оно было вложено, наполнило мою душу умилением. В размашистом, но несмелом почерке я узнал походку Саши. Ее манеру высоко поднимать брови во время смеха, движения ее губ. Но содержание письма меня не удовлетворило. Во-первых, на поэтические письма так не отвечаю. Во-вторых, зачем мне идти в дом Саши и ждать там, пока толстая мамаша, братцы, приживалки догадаются оставить нас наедине? Они не подумают догадаться, а нет ничего противнее, как сдерживать свои восторги ради того только что у колова торчит какой-нибудь одушевленный пустяк, вроде полуглухой старушки или девочки, пристающей с вопросами. Я послал сгорничный ответ, в котором предлагал Саше избрать местом для рандеву какой-нибудь сад или бульвар. Мое предложение было охотно принято. Я попал им, как говорится, в самую жилку. В пятом часу вечера я пробирался в самый далекий и глубокий угол городского сада. В саду не было ни души. Свидание могло быть назначено где-нибудь поближе, на аллеях или в беседках, но женщины не любят романов наполовину. Коли мед, так и ложка. Коли свидание, так подавай самую глухую, непроходимую чащу, где рискуешь наткнуться на жулика или подкутившего мещанина. Когда я подошел к Саше, она стояла ко мне спиной, а в этой спине прочел я чертовски много таинственности. Казалось, спина, затылок и черные крапинки на платье говорили. Девушка была в простеньком сицевом платьице, поверх которого была накинута легкая тальмочка. Для пущей таинственности лицо пряталось за белой вуалью. Я, чтобы не портить гармонию, должен был подойти на цыпочках и начать говорить полушепотом. Насколько я теперь понимаю, в этом рандеву я был не сутью, а только деталью. Сашу не столько занимал он, сколько романтичность свидания, его таинственность, поцелуи, молчание угрюмых деревьев, мои клятвы. Не было минуты, чтобы она забылась. Замерла. Сбросила со своего лица выражение таинственности и право быть вместо меня какой-нибудь Иван Сидорович или Сидор Иванович. Она чувствовала было себя одинаково хорошо. Извольте при таких обстоятельствах добиться, любят вас или нет. Если любят, то по-настоящему или не по-настоящему. Из сада повел я Сашу к себе. Присутствие в холостяцкой квартире любимой женщины действует как музыка и вино. Обыкновенно начинаешь говорить о будущем, причем самоуверенность и самонадеянность не знают границ. Строишь проекты, планы, с жаром толкуешь о генеральстве, не будучи еще и прапорщиком. И, в общем, несешь такую красноречивую чушь, что слушательнице нужно иметь много любви и незнания жизни, чтобы поддакивать. К счастью, для мужчин и любящие женщины всегда слеплены любовью и никогда не знают жизни. Они мало того, что поддакивают, но еще бледнеют от священного ужаса, благоговеют и ловят с жадностью каждое слово маньяка. Саша слушала меня со вниманием. Но скоро на лице ее я прочел рассеянность, она меня не понимала. Будущее, о котором говорил я ей, занимало ее только своей внешностью, и напрасно я разворачивал перед ней свои проекты и планы. Ее сильно интересовал вопрос, где будет ее комната, какие обои будут в этой комнате, зачем у меня пианино, а не рояль и так далее. Она внимательно рассматривала штучки на моем столе, фотографии, нюхала флаконы, открепляла от конвертов старые марки, которые ей для чего-то нужны. «Пожалуйста, собирайте мне старые марки», — сказала она, сделав серьезное лицо. «Пожалуйста». Затем она нашла где-то на окне орех, громко раскусила его и съела. «А чего ты не наклеишь на свои книги билетиков?» — спросила она, окинув взглядом шкаф с книгами. «Зачем это?» «А так, чтобы у каждой книги свой номер был. А где я свои книги поставлю? У меня ведь тоже есть книги». «А какие у тебя книги?» — спросил я. Саша подняла брови, подумала и сказала «разные». И если бы я вздумал спросить ее, какие у нее были мысли, убеждения, цели, она, наверное, таким же образом подняла бы брови, подумала и сказала «разные». Далее я проводил Сашу домой и ушел от нее самым настоящим, патентованным женихом, каким я и считался, пока нас не обвенчали. Если читатель позволит мне судить по одному только моему личному опыту, то я уверяю, что женихом быть очень скучно, гораздо скучнее, чем быть мужем или ничем. Жених — это ни то, ни сё. От одного берега ушел и к другому не дошел. Неженатый нельзя сказать, чтобы холост, а так что-то похожее на состояние дворника, в котором я упомянул выше. И ежедневно, улучив свободную минутку, я спешил к невесте. Обыкновенно, идя к ней, я нес с собой тьму, надежды, желаний, намерений, предложений, фраз. Мне всякий раз казалось, что едва только горничная откроет дверь, как я, которому душно и тесно погружусь по горло в прохладительное счастье. Но на деле происходило иначе. Всякий раз, приходя к невесте, я заставал всю семью ее и домочадцев за шитьем глупого приданого. А, впрочем, шили два месяца и нашили меньше, чем на сто рублей. Пахло утюгами, стеарином и угаром. Под ногами хрустел стеклярус. Две самые главные комнаты были завалены волнами полотна, калинюра и кисии. Из волн выглядывала головка Саши с ниточкой в зубах. Все шьющие встречали меня радостным криком. Но тотчас прослеживали в столовой, где я не мог мешать и видеть то, что позволяется видеть только мужьям. Скрипя сердце, я должен был сидеть в столовой с приживалкой пиминовной. Саша озабоченная и встревоженная то и дело пробегала мимо меня с наперстком, мотком шерсти или другой какой-нибудь скукой. — Погоди, погоди, есть и час? — говорила она, когда я поднимал на нее умоляющие глаза. — Представь, подлая Степанида в барежевом платье весь лиф испортила. И, не дождавшись милости, я злился, уходил и прогуливался по тротуарам в обществе своей жениховской палочки. — А то, бывало, захочешь погулять или прокатиться с невестой, зайдешь к ней, а она уже стоит со своей маменькой, в передней совсем одетая и играет зонтиком. — А мы в пассаж идем, — говорит она. — Нужно прикупить еще кашемиру и шляпку переменить. Пропала прогулка. Я привязывался к барыням и шел с ними в пассаж. Возмутительно скучно слушать, как женщины покупают, торгуются и стараются перехитрить надувающего лавочника. Мне стыдно делалось, когда Саша, переворочив массу материи, избавив цену наполовину, уходила из магазина, ничего не купив. Или же приказав отрезать ей копеек на сорок-пятьдесят. И, выйдя из магазина, Саша и маменька с озабоченными, испуганными лицами долго толговали о том, что они ошиблись, купили не то, что следовало купить. И носиться слишком темные цветочки и так далее. Нет, скучно быть женихом. Бог с ним. Теперь я женат. Сейчас вечер. Я сижу у себя в кабинете и читаю. Позади меня на софи сидит, Саша что-то громко жует. Мне хочется выпить пиво. Поищи-ка, Саша, штопор, говорю я. Тут он где-то валяется. Саша вскакивает, беспорядочно роется в двух-трех бумажных кипах, храняет спички и, не найдя штопора, молча садится. Проходит минут пять-десять. Меня начинает помучивать червячок и жажда, и досада. Саша, поищи же штопор, говорю я. Саша опять вскакивает, роется около меня в бумагах. Ее жевание и шелест бумаги действуют на меня, как лязганье потираемых друг от друга ножей. Я встаю и сам начинаю искать штопор. Наконец он найден и пиво откупорено. Саша остается около стола и начинает длинно рассказывать о чем-то. «Ты бы почитала что-нибудь, Саш?» – говорю я. Она берет книгу, садится против меня и принимается шевелить губами. Я гляжу на ее маленький лобик, шевелящиеся губы, и задумываюсь. Ей двадцатый год, думаю я. Если взять интеллигентного мальчика, таких же леды сравнить, то какая разница? У мальчика и знания, и убеждения, и у Мишка. Но я прощаю эту разницу, как прощаю узенький лобик и шевелящиеся губы. Бывало, помню, в дни моего ловеласничества я бросала женщин из-за пятна на чулке. Из-за одного глупого слова, из-за нечищенных зубов. А тут я прощаю все. Жеванье возню со штопором. Неряшество, длинные разговоры о выеденном яйце. Прощаю и почти бессмысленно, не насилуя своей воле, словно ошибки Саши, мои ошибки. И от многого, что прежде меня коробило, я прихожу в умиление и даже в восторг. Мотивы такого всепрощения сидят в моей любви к Саше. А где мотивы самой любви, право, не знаю. Доброго вечера всем! Субтитры сделал DimaTorzok